добрый день дорогие друзья сегодня я решил познакомить вас со статьей которую обнаружил на бескрайних просторах интернета эта статья из американской прессы 50-х годов 20 века и в ней рассказывается о военных действиях армии сша и союзников на территории россии тогдашнего советского союза мне показалось весьма интересным это воспоминание я хочу с вами поделиться этой статьей также я предложу вам ссылку на эту статью кому будет интересно увидеть ее в оригинале вы сможете это сделать по окончании видео наша первая война с русскими многие месяцы американская пехота жестоко сражалась с красной армией в россии немногие теперь вспоминают ту войну однако она принимает все большее значение в свете текущих событий немногие нынче помнят нашу первую войну с россией проходившая на земле занятой коммунистами она продолжалась больше года в самом конце первой мировой войны и постепенно вовлекла в себя около 15 тысяч американских солдат и еще больше тысяч солдат из армии союзников врагом было новое большевистское правительство которое представляло угрозу на фронтах союзников в ходе войны американцы и их братья по оружию заняли и удерживали жизненно важные порты мурманска и архангельска в европейской части россии а также порт владивосток и огромную часть территории сибири в течение многих месяцев тяжелых боев они намертво остановили хорошо вооруженные войска коммунистов затем когда их миссия завершилась они вывели войска и барьер против угрожающего роста красной армии пал сегодня мы можем только предполагать что могло бы случиться если бы демократические режимы знали тогда какой ужасный урон понесет наша идеология в борьбе против россии по всей территории соединенных штатов разбросаны ветераны двух экспедиционных армий воевавших в россии которые поклянутся вам что несмотря на то что они сражались с красными на их земле такой огромный чужой и загадочный американцы и их демократические союзники сражались лучше солдат коммунистов я это знаю потому что был там я был членом полярных медведей северной русской экспедиционной армии которая в самый холодный период того года высадила в архангельском мурманском секторе более пяти тысяч солдат я был майором железнодорожных войск сша которые перестраивали ремонтировали обслуживали и тянули на юг железнодорожную ветку мурманск-петрозаводск под непрекращающимся огнем большевиков я живо помню суровость этой страны и ужасный холод ранней весны на берегах белого моря которые быстро схватывались ломким льдом не сходившим до самого июня я также помню дружелюбие местных крестьян и жителей деревень их неприятие коммунизма и теплое не эгоистичное отношение к американской пехоте также я не забуду красных которых встречал в боях с большевиками и вне полей сражений закоренелых бандитов они никак не ожидали повстречать войска союзников на земле которую захватили в конвульсиях народной революции честно говоря наше присутствие в россии было таким же сюрпризом и для нас фоном союзнической оккупации российской территории была крайне сложная военная ситуация которая сложилась в последние несколько месяцев на фронтах первой мировой войны если коротко и просто то произошло следующее народ россии угнетаемые в течение многих веков сверг правительство царя николая в результате хаотичной революции временное правительство александра керенского которая взяла власть свои руки незамедлительно начала работу по восстановлению государства и оказанию помощью народу признавая обязательство россии продолжать войну против германии на восточном фронте затем в ноябре 1917 года большевики миноритарная партия представленная в думе не звергла керенского захватила власть и занялась истреблением всех несогласных самым главным для союзников явился тот факт что большевики заключили сепаратный мир с кайзером и появились признаки того что они готовились помочь ему в войне с демократией к лету 1918 года когда россия находилась в состоянии полного хаоса германские войска обосновались финляндии и начали наступление на север с явными намерениями захватить незамерзающий порт мурманска устроить там базу подводных лодок и военный гарнизон они также положили глаз на железнодорожную ветку из мурманска в петрозаводск соединенную со стратегически важной транссибирской магистралию единственным средством связи с владивостоком и сибири в добавок к этой угрозе союзническим силам красные устроили жестокую партизанскую войну против белогвардейцев и непрерывно угрожали складам союзнических сил которые были построены в архангельске и владивостоке а также в других местах вдоль транссибирской магистрали примерно в это же самое время огромная дезорганизованная чешская армия в количестве до 100 тысяч штыков откололась от австрийских войск и вошла в россию захватывая на своем пути города на берегах волги и вдоль транссибирской магистрали объявив войну германцам и большевикам одновременно войска союзников приняли решение вторгнуться в россию по двум причинам во первых чтобы защитить свои запасы а во вторых еще теплилась надежда что их присутствие вынуждить вынудит русских восстановить правительство керенского изначально предполагалось что чехи предоставит больше солдат для усмирения большевиков однако вскоре эту идею отвергли как только решение было принято демократические силы начали молниеносное наступление и так 24 мая 1918 года войска союзников под началом великобритании высадились в мурманске перед самым носом численно превосходящих германцев спустя короткое время министерство обороны сша подняло по тревоге 27 и 31 пехотные полки из филадельфии для переброски их в сибирь под командованием генерал-майора вильямо крейвса для приведения в полную боеготовность полки доукомплектовали пятью тысячами солдат из калифорнии затем 31 июля многонациональный десантный отряд из 1400 морпехов включая 50 американцев высадился в под командованием британского генерала и выбил большевиков из города после короткого боестолкновения наконец 15 августа первые американские солдаты сибирского экспедиционного корпуса который насчитывал более 9 тысяч солдат высадились в владивостоке они были первыми американскими солдатами ступившими на землю россии в таком количестве три недели спустя 4 сентября 4 тысячи пехотинцев из состава 85 дивизии расквартированной в англии и готовой к развертыванию во франции высадились в архангельске под командованием полковника джорджа стюарта для поддержки небольшого воинского контингента из 11 государств высадившегося ранее большинство солдат в этом подразделении были выходцами из мичигана а именно из 339 полка который составлял костяк вклада сша в союзнические силы на севере россии с этого момента союзники задействовали значительные силы и их число должно было увеличиться позднее в конце концов силы союзников должны были насчитывать 15 тысяч солдат в европейской части россии включая дополнительно тысячи американцев а также большое количество британцев французов итальянцев литовцев китайцев русских белогвардейцев поляков финнов чехов и эстонцев постепенно силы союзников выросли и в куда только япония направила 70 тысяч солдат в дополнение к воинским контингентом американцев французов англичан и китайцев два фронта на расстоянии друг от друга 5000 миль не имели прямой связи и участвовали в абсолютно разных войнах против одного и того же противника и естественно они выполняли разные задачи у союзников на севере включая американцев из северного русского экспедиционного корпуса задача была не дать мурманск и железную дорогу южнее его в руки германцев сберечь склады в архангельске и обеспечить поддержку чешским войскам для войск в сибири задача стояла охранять транссибирскую железную дорогу а также склады союзников во владивостоке и в других местах а также подбирать и эвакуировать разрозненных и деморализованных чехов достигших дальнего востока следует отметить что генерал грейвс имел особые приказы запрещавшие ему занимать чью-либо сторону в политической жизни этого региона из двух фронтов восточный был менее активным и поэтому возможно более сложным в течение многих месяцев до апреля 1920 года ностальгирующие американцы служили в городах и деревнях охраняя склады и германских военнопленных патрулируя вдоль важных железных дорог на броневиках и вагонетках вынося суровый холод и исполняя монотонные обязанности еще долгое время после того как их братья по оружию во франции и на северо-западе россии уже вернулись домой действия большевиков в этом регионе приняли форму дерзких вылазок всего на дальневосточном фронте было убито 36 американских солдат в то время как в европейской части россии потери составили 190 человек на севере россии войска сша были рассредоточены на территории протяженностью более чем 400 миль перемирие заключенные в ноябре девятьсот восемнадцатого года застала их захваченными льдами и в течение почти года они сражались с коммунистами в больших и малых стычках эта война закончилась просто американские войска дислоцированные в мурманске и архангельске покинули россию 28 июля 1919 года тогда как подразделения дислоцированные во были выведены почти через год 1 апреля 1920 года белогвардейцы остались единственной оппозиционной силой противостоящей красным и они оказались неспособными выстоять перед хорошо вооруженной закаленной в боях большевистской армии вскоре они были разгромлены и россия консолидировалась под жестким началом красных